Всем привет! Это канал Процветок, на котором мы рассказываем простым языком об уходе за садом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и как всегда в наших выпусках я расскажу о том, как правильно позаботиться о растениях, чтобы они были здоровыми. И тема сегодняшнего ролика у нас – микоризные грибы. Польза микоризных грибов для растений. Большинство растений на нашей планете растет в симбиозе с грибами. Такая симбиотическая ассоциация и называется микориза. Данное соседство выгодно как растениям, так и грибам. Корни дают грибам аминокислоты, углеводы и различные питательные вещества, а взамен получают воду и микроэлементы. Если мы вырвем любое растение из почвы, то увидим развитую корневую систему. Корневая система, например, обычного салата может достигать в длину несколько сотен метров. А если брать микоризу, то ее нити могут достигать нескольких километров, в тысячи раз превышая длину корневой системы. И это только обычный салат. Но если брать огромное растение, например, взрослое дерево, то длина микоризных нитей может достигать сотен километров. Благодаря такому симбиозу растения получают намного больше пользы, чем сами грибы. Образование микоризы – это естественный процесс, который происходит в большинстве экосистем, будь то лес, будь то болото, либо луга. И большинство растений образуют вот такие устойчивые связи. Микоризу образуют как высшие грибы, всеми нами известные подосиновики, боровики, либо мухоморы, а также низшие грибы. И те и иные грибы помогают в питании растений, а также выделяют белок гламолин, который повышает плодородие почвы. Нужно сказать, что не все грибы образуют микоризу. Например, всеми известные опята или вешенки, шампиньоны микоризу не образуют. Они питаются самостоятельно. Также нужно сказать, что и не все растения нуждаются в образовании микоризных связей. Например, всеми известные христоцветные культуры, такие как капуста, рапс, либо дайкон, редис, всеми известные репа, они не образуют микоризу. Эти растения питаются также самостоятельно. Нужно сказать, что образование микоризы происходит не только в натуральных природных экосистемах, но и в искусственно созданных. Например, это могут быть сады, парки, скверы, грядки у нас в огороде, либо цветники. Там также образуется симбиоз корней растений с грибами. Однако, в искусственных условиях, в наших огородах и садах постоянно нарушается вот эта связь, баланс растений и грибов. Потому что мы применяем химические удобрения, мы применяем пестициды, мы производим перекопку почвы. Естественно, вот эти все связи нарушаются. Но их можно возобновить, ускорить, чтобы растения лучше развивались, лучше росли и плодоносили. Поэтому так важно использовать биопрепараты на основе микоризы. Опять же, возникает вопрос, какими еще способами, кроме внесения биопрепаратов на основе микоризы, можно улучшить вот это питание растений и не давать угнетаться микоризе. Во-первых, нужно минимизировать перекопки в огороде, минимизировать повреждения почвы. В этом случае микориза будет развиваться лучше. Используйте мульчирование, подвергайте почву в меньшей степени перекопкам, и тогда наши растения будут лучше развиваться. Во-вторых, откажитесь от использования различных пестицидов у себя в саду и огороде. Ведь это также угнетает нашу микоризу. Поэтому применяйте натуральные биопрепараты и натуральные удобрения. Также следует повышать биоразнообразие в своем саду и огороде. Высаживать как можно больше различных растений на одном квадратном метре. Чем больше растений в огороде, тем больше различных микроорганизмов в почве, в том числе и грибов. Особенно важно применение компоста в огороде и саду. Компост буквально весь пропитан, пронизан различными полезными микроорганизмами, различными грибами и при ежегодном внесении компоста в почву улучшается почвенная микрофлора. Растения лучше развиваются, чувствуют себя более уверенно, менее подвержены различным заболеваниям и вредителям. Поэтому обязательно применяйте компост в своем саду. Нужно отметить, что активность микоризных грибов на разных участках, при разных почвенных условиях также будет разной. В этой связи так важно использовать биопрепараты на основе микоризы. Есть такой замечательный биопрепарат. Микоризные грибы стремительно рост. Здесь нужно отметить, что кроме спор микоризных грибов присутствуют еще и бактерии. Это бактериально-грибной препарат. Здесь присутствуют также азотофиксирующие бактерии и фосфоромобилизующие. Поэтому я очень рекомендую вносить этот препарат при посеве на рассаду овощей, а также непосредственно в почву, на огороде, либо в приствольные круги, под деревья, под кустарники. Можно проливать раствором мульчу. И естественно будет улучшаться вся почвенная микрофлора. Но конечно же более подробно про эти грибы я буду рассказывать и показывать в следующих роликах, когда наступит весна и все это можно будет применять в практическом виде. А сейчас я хочу вам рассказать применение этого препарата для обработки семян. Потому что скоро наступит сезон рассады и мы начнем высевать различные овощи на рассаду. Это и томаты, и перцы, и баклажаны и так далее. Поэтому сейчас поделюсь с вами хорошим рецептом для обработки семян. Семена обработать очень просто. Для этого нам понадобится 100 мл воды. Затем мы возьмем этот биопрепарат. Он, кстати, как и все препараты линейки Profit в сухом виде. На гранулах циолита. Так что нам понадобится примерно пол чайной ложки, даже меньше, вот таких гранул. Все это добавляем в воду, перемешиваем. Затем добавляем чуть-чуть белой глины. Примерно несколько грамм. Глина нам нужна для того, чтобы образовалась такая тоненькая пленочка на семенах. И именно она будет удерживать необходимые нам споры. Затем раствор размешиваем и добавляем туда семена. Через несколько часов семена достаем, просушиваем и они готовы к посеву. Благодаря тому, что вы обработаете таким образом семена, растения будут себя чувствовать и развиваться намного лучше, чем при обычных условиях выращивания. Так как в препарате есть азотофиксирующая бактерия, значит и корни растений будут лучше потреблять азот. Он будет усваиваться в более лучшей форме, а значит и растения не будут испытывать недостаток азота. Будут хорошо расти. Так как в препарате есть фосфоромобилизующие бактерии, значит и корневая система будет хорошо развиваться. И рассада будет коренастой и крепкой. И второй момент. Так как в этом препарате есть микоризные грибы, значит и питание растений будет также усиленным. Растения будут хорошо питаться, не будут чувствовать недостатка каких-то элементов питания, микроэлементов. Будут получать все питание в необходимом количестве. А самое важное, после того, как вы высадите вместе с комом земли вот эту рассаду в теплице, у вас начнет и в теплице развиваться микориза. И растения будут весь сезон расти, плодоносить, будут более устойчивыми к заболеваниям и дадут повышенный урожай. Друзья, интернет-магазин «Прответок» предлагает биопрепараты на основе триходермы, баверии и метаризиума по удивительно низкой цене. С этими биопрепаратами вы предотвратите развитие болезней и вредителей в саду, а также обогатите состав почвы. Такой набор должен быть в каждой аптечке садовода. Не упустите возможность заказать. Ссылку на набор по самой низкой цене вы найдете в описании под видео. Если кто-то из наших зрителей уже пользовался подобными препаратами, прошу поделитесь в комментариях с нами, каким образом вот эти микоризные грибы повлияли на развитие растений. А если еще кто-то не пользовался, то рекомендую испробуйте наш новый биопрепарат на основе микоризных грибов и напишите потом нам свое мнение. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok